Нашел жену в засаде в помидорах. Слушает музыку и подвязывает помидоры. Сейчас подойдем и узнаем. Приветики. Ты меня что снимаешь что ли? Да. Ну ладно, раз ты меня снимаешь, давай заодно и скажем, как чувствуют себя помидоры желтые из-за бочки. Значит вот это вот помидорчики, сначала их покажем. Это помидорчики, которые привитые. Вот она прививочка. Значит а желтые помидорчики из-за бочки, ребят, вон они. Покажи народу желтые помидорчики. О, ребята, где вы видите желтизну? Не видите. Зато вы видите, пробивая первую кисть, хорошащие, зеленющие. Ребята, а на Сахару хотите посмотреть? Саш, спусти мне в землю. Вот смотрите. Сахара, 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 Сахара. Зеленые, красивые, великолепные, просто великолепные. Поэтому прежде чем обсуждать и говорить, что я неумелая хозяйка, плохая хозяйка, невнимательно, бесшебашно к помидорам отношусь. Не делайте так больше этого. Хорошо? Помидоры это сорт Владимирский. Наверное. Вот они висят, облепленные. Все облеплено. Вот все красное, красное, красное. Это гибрид помидора Владимир. И чем он мне нравится, что у него неконтролируемое побегообразование, и он запросто убегает под конек моей теплицы. А теплица у меня высотой 3 метра 70 сантиметров. Как видите, результаты по помидорам, это которые желтые из-за бочки, вполне впечатляющие. И раз в три дня я собираю по вот таким вот ящикам.